В последние дни наиболее ожесточенные бои на Донецком фронте идут в районе города Иловайск. Здесь в районе поселка Зеленый оказалась сблокирована крупная группировка украинской армии. На помощь ей пытается пробиться подкрепление. В итоге Иловайск подвергается постоянным атакам. Мы выехали в город в составе специальной группы политотдела армии ДНР, которая должна была документально зафиксировать разрушение в городе и атаки украинской армии на мирное население. Когда мы приехали в город, то он казался абсолютно пустым и было слышно, как работает артиллерия. Наша машина, пропетляв по городу, выехала на передовой рубеж, где бойцы гарнизона Иловайска готовились к отражению очередной атаки врага. Пришла информация, что колонна военнослужащих выдвинулась в направлении города. Бойцы привезли безоткатное орудие и установили его на боевую позицию. Меня же поразило то, с каким настроением ополченцы идут в бой. Через несколько минут им вступать в реальный контакт с врагом, но посмотрите, какой у них боевой дух. А бой столкновений много сегодня было? Вечера достаточно было. Сколько? Три года. Как они воюют вообще? Как у них дух? Дух? Ага, такой. По-русски? Харабеку я поставил. Фитерастический. Они... То есть боятся, да, они ли воевать? Ммм. Боятся, а кто против там стоит вам? Противо-наемники. Наемники, да? Эти... Контрактники-наемники. Контрактники-наемники. Нормально? Нормально. Бьете их? Бьете их. Как у них боевой дух? Как они воюют вообще? Боевой дух у них уже... У них боевой дух один, они на нас. Только бомбить умеют. И все, да? Она большая и все. А там сидят в котле, которые, да, наемники? Наемники. Да здесь и поляков, и кого-то только нет. И негры, и кто-то пихает. И негры, и все. Ага. Ну в таком, в прямом боестолкновении, как они себя ведут? Никак. Ну никак. Они обдолбаны или какие, не поймешь. Друг раз идут, друг раз не идут. Там их непонятно. Потом мы разговариваем о ситуации с командиром подразделения, обороняющим Иловай, с командиром с позывным ГИВИ. Серьезная, очень боевая, очень серьезная обстановка. Да, Виталий? На нас продолжаются ежедневные атаки за стороны Покровки, поселка Зеленого, поселок Кутенниково, Григорьевка. Они везде пытаются прозащиться, но уже вторую неделю мы держим оборону. Держим уверенно оборону. Могу сказать честно, в этом я могу сказать честно, не только своему министру, его замом, но и хочу сказать, выразить благодарность своим бойцам, которые не струсили. А вот соотношение потери противника у вас такое? Соотношения потерпали потери у противника и у нас. Вы знаете, каждый мой боец стоит 20 бойцов в Украинской армии. Так что считать будет кто-то другой, но не я. За каждого моего бойца мы положим 100 бойцов в Украинской армии. Мы сильнее, мы лучше всех. И всегда, как и такими, и останемся. На данный момент, сегодня с Гори пополам мы восстановили воду. Гражданских много в городе? Много в городе. Гражданских не хотят, они убеждены, что будет победа за нами. Они находятся в данный момент в бомбовом убежище, которое мы обеспечиваем водой, светом, медикаментами и всем остальным. Что людям нужно, мы стараемся им помочь. Мы люди не бросили. Кто желает выехать, мы стараемся обеспечить их выезд отсюда. Безопасно. Детей, в первую очередь, и женщин, конечно. Стариков, инвалидов, и все там. Но ты же не Лавайский вообще. Да, да. Но это, значит, ты свой... Это мой город. Свой город. И в школу здесь ходил? Да. И в школу, и в армию сюда ходил, в украинскую армию. Здесь не служил. В танковой дивизии. Старик, не представляю, как у тебя все это. А я, понимаете, я от них ничего другого не ожидал. И не ожидал от них ничего. Им плевать на землю, плевать на людей, плевать на все. Плевать на то, что этот город годами строился. Плевать на то, что люди здесь годами жили спокойно. Никого не трогали. Просто жили. Они не виноваты, что они оказались в Донецкой области, и что здесь есть убежденные люди, которые не хотят повиноваться нацистам. И вдруг стали террористами. Да. Так кто из нас террорист, интересно? Мы сейчас пройдем. Вы знаете, я вам хочу рассказать одну историю, которая не дала произошла. Откуда я познакомился с этим полковником Юрием Александровичем. И был минометный обстрел поселка Зеленого. Именно Бок-Постар, где скопление техники их. Потом попытались мы его взять. Была атака пешая. Но, вы не поверите, из домов выезжали танки, ломали дома и стреляли по нашим людям. С автоматами которые. Но потом, когда атаку отбили, они через несколько часов прислали председателя этого колхоза Зеленого на Бок-Пост, который находится в Харксиске-Лавайске, на посту РАИ. Там командир Михайлович, позывной человека. И знаете, что они ему передали? На словах. Если вы будете еще раз нас атаковать, мы вызовем огонь на себя. И жители, которые будут находиться там, погибнут вместе с нами. Так кто из нас террорист теперь, объясните мне. Кто? Например, я отправил туда разведку. И разведка мне доложила о том, что они все, так называемые офицеры, господа офицеры, или панни, как это правильно назвать. Согнали всех жителей в один дом, живут вокруг этого дома. А эти офицеры живут в этом доме. Потому что боятся, чтобы они погибнут. И так кто из нас прикрывается мирными жителями? Мы или они? Мы готовы с ними воевать. И я буду с ними воевать. И мои люди, которые там со мной находятся, будут тоже воевать. Вот и все. То, что мы знаем, что мы делаем. Мы понимаем реально, что происходит здесь. Мы видим своими глазами. Не по книжкам, не по интернету, не по телевизору, или по лже украинскому телевидению. Все, конечно, приукрашивают по-своему. Не буду врать. Ну, как приукрашивают, украинской телевидении это на голову не оденешь. Поверьте моим словам. Гивей показывает нам медикаменты, которые подготовили для мирных жителей и его ополченцы. Мы разговариваем с начальником медслужбы гарнизона Иловайска Наташей и узнаем интересную подробность. Нелегко. Правда, нелегко. Вы откуда, простите? Из Донецка. Да. Гончанка. Первым пошел муж. Вот хотите, я вам расскажу очень интересную историю. Я про правнучка генерала Мирона Тарналского. Если вам что-то это говорит. Генерал Четарь украинской галицкой армии. Но я дончанка. Я уже не украинка. Ну, скажем так, это было очень-очень давно. Сейчас его именем на зоне улицы во Львове, в Черновцах, насколько я знаю, и так далее. Для людей из Западной Украины имя достаточно известное. Обычно в интернете выбиваешь, и сразу выходят улицы, названия. Потому что я же говорю, я дончанка уже, получается, в третьем поколении. У меня здесь бабушка родилась, мама родилась, я в Донецке родилась. Семья ваша в Донецке или в Донецке? В Донецке. И ваш муж воюет, да? Муж воюет. Тоже на передовой. Муж вообще в Славянске был. На прощание Наташа поет нам даже песню на польском языке. А, могу на польском? Давай. Мой соколе, хмурно оки, Пытай о мне гур высоких, Пытай о мне лазу мандрых, И увольни мне, Мой соколе, Мой прежистый, Пытай о мне нурту быстрых, Пытай о мне квяту полных, И увольни мне, Мой мим... Ну вот так вот прервалась песня. Город Иловайс кажется похож на совершенно мертвый город, Но как только стихают звуки боя, Буквально из-за всех подвалов в солнечном свету поднимаются люди. Хлеба нет, да? Как вас зовут? Валентина Алексеевна. Валентина Алексеевна, ну сколько вы уже здесь живете в подвале? Две недели. Две недели, да? Серьезные бои идут? Страшные? Страшные бои идут, страшные. Летают эти все. Глазы на лазах у нас тут все рушатся. Сломают. Страшно, очень страшно. Раньше, как и поначалу выходили, Общали, а сейчас без контрабаха стреляют. Постоянно стреляют, да? Люди не выходят. То с одной стороны стреляют, Потом ответные летят эти самые. Опять же так. Ребята устали, они все. Сегодня ночью такое страшное было. Светлитажка там горела. Все это было на глазах. Все это плечали. Все это. Воды нету, у нас вода кончилась. И воды нету тут, мне не в домах. Страшное дело, мальчики. Никогда не думала, что я это отношусь. У меня дети, у меня дети, мамочка приезжали, не поедала. Украинские СМИ постоянно сообщают, что в осажденном Иловайске нет мирных жителей. Однако их здесь очень много. Из-за постоянных обстрелов города украинской армии их даже не могут вовремя эвакуировать. Люди жалуются на отсутствие питьевой воды, хлеба, медикаментов. В городе много больных людей, которым срочно нужны лекарства. Мы здесь уже две недели. Как здесь обстановка? Бои страшные, да? Очень. Очень страшные. Очень. Вы не уходите ни днем, ни ночью? Ну, мы так на минуточку выйдем отдыхнуть свежим воздухом. И все. Потому что не дает нам больше. А вы курицу, у вас возможности нету, да? Нет, возможности нет. Водички у нас тоже здесь нет. Бегаем соседние. А вот человек сидит инвалид. Да. Второй группы. Половина парализована. Сахар, елка, зеленая. Невозможно. Не выехать, ничего. Мы снимаем развалины санэпидемстанции. Прошлой ночью сюда попали зажигательные снаряды, и она сгорела. Жители соседних домов показывают нам разрушение в своих дворах. Осколки этих снарядов они насобирали только за последние два дня. Когда все закончится, жители этих домов хотят сделать из этих осколков памятник и установить их в своем дворе. Готовим с этого. Пьем, купаемся, моем посуду. Все с одного окна. Это мы сами набрали, когда еще была вода, еще было в мирное время. В мирное время просто набрали. Додумались, что тут надо, это спасение наше будет. Вот мои стекла. Были стеклянные, сейчас деревянные, я все позабиваю. Вот фанерой позабивали окна. По украинскому телевидению сказали, что в Иловайске нету мирных жителей, вообще никого. Мирных жителей нет. В каждом подвале куча людей, в каждом подвале, которые неофициальные подвалы. Вообще люди, кусочек сыра, один кусочек в сутки. Мирные люди сидят с детьми, с маленькими. Уже мужики плачут. Что говорить уже о детях и людях? А тут сказали, что в Иловайске людей нет. А тут людей еще тысяч пять людей. Все прячут в своих домах, в своих подвалах. Все заняты у нас, вот сколько есть эти, как их, бомбоубежища. Там люди, бедные, сидят друг возле друга, невозможно ничего, не спину расправить, нет. Сидят, мучаются. Здесь у нас в каждом подвале сидят люди. Да тут людей еще пять, а то хотят прямо все, город, сказали стереть. Да уже стерли, уже стерли город с земли. Сколько можно? Везде в каждом доме сидят подвале. Затем мы вновь идем по опустевшей главной улице Иловайской и снимаем развалины домов. На одном из горевших домов мы видим мемориальную доску. Здесь, во время оккупации города в 41-43 годах, был концлагерь военнопленных Красной Армии. Здесь недалеко, в 43-м году, в январе 43-го, погиб поэт Михаил Кульчицкий, который написал в знаменитой строчке «Война совсем не фейерверк, а просто трудная работа». Вот, и он погиб здесь, буквально в нескольких километрах отсюда и похоронен в Луганской области здесь. А совсем рядом находится большое бомбоубежище, где прячется несколько десятков людей. Причем по характеру воронок видно, что эту территорию обстреливали намеренно. Никаких ополченцев здесь нет и в помине. Тем не менее, украинские военнослужащие целенаправленно обстреливали бомбоубежище. Причем вокруг осталось немало неразорвавшихся боеприпасов. «От такие пускают, да?» «Ну вот летит, летит, а потом пью, пошел, раз, загорелось». «Зажигалки». «Здравствуйте. Как вы себя чувствуете здесь?» «Как в подвале? Как мы чувствуем?» «Думаю, до 10 дней без воды, без ничего». Чуть дальше по улице разбитая городская больница, где мы обнаружили следы применения фосфорных боеприпасов. Вот эти маленькие белые точки – это следы фосфора. Попадая на кожу, он может прожечь человека до костей. При этом хорошо видно, что применялись они в городских районах, где осталось немало мирных жителей. И даже больше, судя по всему, эта атака фосфором была нарочно направлена на городскую больницу. «Мой соколе, хмурноки, пытаю мне гур высоких, пытаю мне лазу мандрых, и увольни мне, мой соколе, мой прежистый, пытаю мне нурту быстрых, пытаю мне квяту полных, и увольни мне, мой милый». Субтитры создавал DimaTorzok